Тише, тише, тише. Спокойно. Товарищи студенты, тема нашего практического занятия Хлёен Диптерум, типичный обитатель стоячих водоёмов. У вас будет мало времени, поэтому сосредоточьтесь и соблюдайте тишину. Не кстати. Эээ, кто? Осанова? Я здесь. Надо отвлечь детей. Каким образом, Фёдор Андреевич? Ну, вы же будущий педагог, биолог. Проведите с ними урок по теме. Выручайте. Тихо, тихо. Купаться нельзя. Не зная броду, не суйся в воду. Понимаете, ребята, сейчас здесь действительно нельзя купаться. Дело в том, ребята, что сегодня из воды должны быть минши. Ребята, найдите мне в воде у берега камень или затонувшую ветку. Пожалуйста. Быстрее. Ну, давайте. Ой, посмотрите, у меня какая вода. Вот, личинка. Личинка подёнки. Сегодня эти личинки должны выйти из воды и превратиться в нимф. Откуда вы знаете, что сегодня? Во-первых, спинки у личинок почернели, значит, они должны выйти из воды все вместе с точностью до нескольких минут. Но, если им, конечно, никто не помешает. А во-вторых? А во-вторых... Три долгих года личинки водёнок проводят в воде. Рождается их много, но постепенно число их заметно уменьшается. Уж слишком много врагов у беззащитных личинок. Самый свирепый личинка стрекозы. Ранатра. Нежные личинки подёнок и хлакомая пища. Это личинка жука-плавунца. От неё нет спасения. И вы знаете всех насекомых? Ребята, как называется наука о насекомых? Три-четыре. Энтомология! Молодцы, правильно. Энтомон. Насекомое. Логос. Знание. По-древнегречески. А вот, как называется этот жук? Это жук-олень. Самочка. А я нашла кузнечика. А, это не кузнечик. Это личинка кузнечика. Что это за палочка? Что это за жук-олень? А это маленький жук-олень? Срослые насекомые не растут. Это... Ой, держите его, уползёт. Ну-ка, ну-ка. Доркус параллелепипедус. А-а-а. Жук-оленёк. Маленький олень. Ребята, но ведь невозможно запомнить всех насекомых. Одних падёнок на земле около... Сейчас. Около двух тысяч видов. И каждый со своим названием. Что это? Почему она кипит? Смотрите, рыбы. Начинается. Это на поверхность воды поднимаются личинки падёнок. Многих в этот момент съедят рыбы. Для линьки нужно сухое место. Ой, из личинки вышла бабочка. Нет, это не инфопадёнки. Взрослая, но ещё не до конца развившаяся насекомая. Немцы ещё не готовы к главному, для чего появились на свет. Сейчас падёнки развиваются не по часам, а по минутам. Ура! Они летят! Наконец-то они! Ура! 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 Куда они летят? Зачем? Это взрослые падёнки летят на своё первое и единственное свидание. После чего они погибли. КОНЕЦ 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 ПОНЕЦ КОНЕЦ 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 в личинок. И всё опять повторится сначала. Да, теперь всё. Можно купаться. Ну что, будем купаться? Ну чего носы повесили? Их клевали птицы, глотали рыбы, терзали стрекозы. Но придёт время, и падёнки вновь заблестят здесь своими крылышками. Жизнь не может остановиться. Да. Ну всё. Ну как, Фёдор Андреевич? Ничего, ничего. Ничего это ничего. Нормально, Асанова. Асатова? Да. Вот только вы забыли сказать, что у взрослых падёнок нет даже рта. У них единственная забота – продолжить свой род над землями. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...